привет народ все такая тема лично для меня она больная почему от загубника трубки на начинает болеть через некоторому количеству подводных охотников она тоже знакомая тоже как-то с ней народ борется на интернете ничего такого подобного не видел почему начинает болеть челюсть процессе подводной охоты от загубника трубки разновидности трубок ну просто неимоверное количество и варианты такие и такие любые любые такие варианты трубок я попробовал но это дешево маска как они конечно попробовал просто вариант что здесь вот гофра и когда трубку заправляешь поводу резинку маски она более-менее он может изгибаться побольше но не люблю вот эти вот клапана не мое какая здесь проблема когда мы одеваем масочку комплекте с трубкой идут вот такие вот крепежные элементы которые одеты на трубке и они просто цепляются за маску это неудобно во вторых это жестко и в третьих просто в корягах она ее срывает прим примерно вот так раз те которые пожестче они просто ломаются просто ломаются либо соскакивают когда маску мы снимаем то отправиться или что-то еще что-то значит можно потерять трубку из-за того что она просто соскакивает такие элементы лично я не жалую что у нас происходит одеваем масочку и как обычно трубку нашу дыхательному просто заправляем ее под резинку маски так как она у нас прижимается вот видите загубник уходит сюда если мы его вот так вот как нам нужно его чтобы он попал нам хорошо в рот нам нужно его чуть-чуть вот так вот отжать и из-за того что ремешок давит на саму трубку у нас получается вот такой скос в процессе того получается то что нам нужно держать крепче загубник чтобы он все-таки ровно был а рыбки наверняка стоит можно опустить тогда давление еще сильнее усиливается и через некоторое время скажем так минут через 30 ну просто челюсти сводит от того что приходится кое-каким усилием держать загубник трубки это первая причина вторая причина то что сам силиконовый загубник жесткого в данном случае он мягенький мягенький трубочка хорошая вот она мягкая все но то что она прижимается вот к височной части за счет ремешка у нас получается вот такой скос то есть чтобы нам держать и и держать вот так а какой есть вариант я хочу предложить вам вариант есть магазине продаются такие вот есть резиновые вот вместо этого крепления такие резиновые колечки они не долговечны они просто при первом зацепи их отрывает они слишком тонкие и все что я хочу предложить значит вот такая вот резина это вариант медицинский данный кусок был изъят скажем так из специально специальный круг такой для дальнобойщиков которые страдают геморроем не смешно но факт значит вот такой вот он как сделан по типу детского плавательного круга только небольшой чтобы вы сели и ваш геморрой был внутри этого колечка и вас не беспокоил но это не суть суть то что очень хорошая резина резина крепкая эластичная и хорошо держит на разрыв и я хочу сейчас вырезать вот такое вот колечко и попробовать как она будет значит нам нужна сама резина ножницы 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 лист бумаги из которого мы вырежем заготовочку померим и сейчас будем вырезать погнали мы вырезали вот такая вот заготовочка ну чуть чуть неровная но она нам на точность не влияет обуваем резиночку трубку я делаю так что у меня всегда с левой стороны мне так удобно вот она довольно таки эластичная видите и крепкая и просто насаживаем ее на трубку и опускаем до той длины которая нам необходима и сейчас подгоним размерчик подгоним размерчик и вот видите у нас уже загубник стоит ровно загубник стоит ровно и я практически его не прикусываю потому что за счет вот этого мембранки он держится сам во рту хорошо прекрасно за счет того что у нас закрыты губы и вот эти вот для зуб чтобы прикусывать я практически вот сейчас ими не пользуюсь трубка висит свободно хорошо так же она будет и по каким-то корягам там будет так отрабатывать хорошо и не будет самое главное дергать нашу маску то есть когда у нас трубка под ремешком и она зацепляется хоть она и гибкая но все равно она тянет маску и иногда тянет настолько сильно что пропускает маску в воду то есть она его оттопыривает масок несколько а проблема остается с загубником трубки та же так что я думаю вот этот вариант имеет место быть все повесили один раз сложили упаковали масочку с трубкой и все у нас будет чики-пуки я думаю наши челюсти болеть не будут кому было полезно вот такое вот небольшое видео с такой вот приспособой это конечно не ноу-хау не ноу-хау но вот эта мелочевка она влияет на ход охоты и очень влияет сильно потому что когда у вас начинают болеть челюсти до такой степени что ну просто продолжать охота уже становится не интересно что ли уже хочется побыстрее это дело закончить там и потом целый день у нас болят челюсти с такой проблемой не я один сталкиваюсь ну и вот решил сделать вот самопальную такую вот ерунду покупные они долго скажем так не держится если где-то там не лазит по камышам там по веткам по всем делам они может быть и походят но но вот этот вариант этот вариант вообще никакущий и потеря трубки гарантированно если вы снимете там будете оправляться существует вариант что она просто соскочит вместе с трубкой и трубка уйдет на дно ну был потерян уже у меня две трубки было потеряно один раз вот с такой фигней второй раз у меня была черная резиновая покупная оторвалась она вот зацепилась оторвалась трубка ушла хорошо когда дно песчаное там видно или прозрак более-менее когда под ногами 5-6 метров под вами 5-6 метров и это все густо заросшее найти просто трубку нереально поэтому дабы охота не закончилась раньше времени я решил сделать себе такое приспособление ну и заодно поделиться с вами может быть у кого-то тоже существует такая проблема что начинает болеть челюсти очень сильно кому было полезное видео пальчики вверх подписываемся на канал заходим в гости всем удачи здоровья и скорее бы уже зима у нас кончилась всем пока